Всем привет, друзья! С вами Полина, и сегодня у нас будет долгожданное видео про книжные покупки. Это первые книжные покупки в 2022 году. На самом деле, я поняла, что за эти два месяца я всё себе пыталась ограничивать и ограничивать, и в итоге у меня прорвало, в один из дней у меня была бессонница какая-то жуткая. Я не могла никак уснуть часов до трёх ночи, и решила сделать ревизию своих книжных полок. В итоге я набрала целых два пакета книг, которые потом отнесла в библиотеку, в детскую. Я не стала вам снимать видео про это, потому что там были книги, которые, не сказать, что сильного внимания вашего стоят. То есть, если уж они мне уже не интересны абсолютно, то зачем мне вам о них рассказывать? Там, кстати, было много детской литературы или дублей, или книги, которые уже абсолютно не читаемы. Я просмотрела все свои букинистические издания и поняла, что у меня достаточно много книг, где шрифт не очень уже хороший, слишком выцвевший, и я поняла, что не буду их читать, потому что сейчас моё зрение и так уже начинает слабнуть. Я иногда сильно устаю на работе и ещё потом читаю, и мне хочется читать более чёткий текст. В связи с этим я от некоторых своих букинистических книг избавилась, но там не было ничего красивого или критичного. Там были такие издания, в основном, знаете, которые в 90-х. Издавали, и они и по качеству не очень были, и со временем, я думаю, я их заменю. И как раз сегодня, кстати, есть пару книг, которые я купила взамен тем, что отнесла в библиотеку. И, наверное, стоит уже приступать, потому что книг на самом деле накопилось достаточно много, и начнём мы с вами с книг, которые я купила в январе ещё. Этих книг было три штуки. И, во-первых, это книга Роберта Джордана, следующая книга из цикла «Колесо времени», которая называется «Корона мечей». Я не помню, показывала я эту книгу на канале или нет, но на всякий случай решила ещё в покупках вам показать. Сейчас я уже читаю третью часть «Дракон возрождённый», прочитала уже больше половины, и я в полнейшем восторге. Я очень рада, что ввязалась в эту авантюру. Теперь у меня... Аж голос пропал. Теперь у меня два любимых фэнтези-автора. Это Робин Хобб и Роберт Джордан. И я думаю, что так, наверное, и останется, потому что Джордана ещё вот читать не перечитать. Это, по-моему, какая-то седьмая книга, а их четырнадцать. Надеюсь, что все азбука в этой шикарной серии издаст, потому что нужно сделать какое-то такое отступление и сказать о том, что мне очень нравится, как оформлена серия. Очень клёвая карта здесь, отлично выполнена. Я постоянно к ней прибегаю, чтобы смотреть, откуда какой персонаж, когда о нём упоминает автор. Здесь отлично арт представлен дополнительно, который на обложке есть. В общем, и шрифт хороший, и всё такое плотненькое, беленькое. Ну, азбука, как всегда, великолепна. Сколько уже можно петь ей дифирамбы? Бесконечное количество раз. И этот раз не исключение. Корона мечей у меня ещё впереди. Я, на самом деле, очень бодро взялась за этот цикл. Я до этого была очень сильно погружена в цикл Робин Хобб, Офицу и Шуте. Впереди у меня тетралогия про дождевые чищобы, которые, если честно, вызывают у меня некоторые сомнения в связи с последними отзывами моих любимых книжных блогеров. И я подумываю, конечно, о том, чтобы в следующем месяце взять уже и прочитать дождевые чищобы, потому что мне хочется уже узнать, чем закончится сага, прочитать и про Офицу и Шута, заключительную трилогию. Но я решила дать себе перерыв, прочитать что-то другое, и взялась за Роберта Джордана в плане фэнтези, потому что я одновременно читаю фэнтези-книгу, научно-популярную книгу и художественное какое-то произведение, классику или современную литературу. И вот Роберт Джордан отлично мне дается, потому что, знаете, это такой неспешный автор, мне не хочется с ним торопиться, я его под настроение читаю, и я с большим удовольствием возвращаюсь в этот мир, в эти книги, в эту какую-то сказочную, на самом деле, атмосферу, несмотря на то, что они все-таки достаточно драматичные в некоторых частях, эти книги. Но нужно отметить, конечно, что по сравнению с Робин Хобб, мне кажется, Роберт Джордан немного более наивно пишет, или, наверное, неправильно формулировка. В общем, вот у него есть какой-то пул главных героев, персонажей, которые сопровождают нас на протяжении уже, вот я третью книгу читаю, и думаю, так будет до конца, какие-то самые главные персонажи, вокруг которых все вертится, и я думаю, что бы ни случилось, они не умрут до конца повествования, и в целом, наверное, тут переживать за смерть персонажей не приходится. Несмотря на все опасности, приключения, ты все равно переживаешь, конечно, за героев, но при этом ты понимаешь, что, ну, все будет в порядке. Ну, скорее всего, они не умрут, но все равно интересно. Ну, все равно интересно. То же самое, наверное, когда читаешь «Властелина колец», ты же понимаешь, что, ну, никто из хоббитов не умрет, никто там из остальных персонажей не умрет, когда читаешь, потому что, ну, это главные герои, на них все завязано. Так же, как когда смотришь какой-то сериал, и тебе тоже понятно, что главный герой не умрет, потому что еще впереди сто пятьсот сезонов, и странно было бы, если бы он умер. В общем, это, конечно, не Джордж Мартин, но все равно я получаю огромное удовольствие от книг Роберта Джордана, и понимаю, что это действительно теперь один из моих любимых фэнтези-циклов. С большим удовольствием буду дальше книги собирать. То есть это такой теперь уже автопокупаемый автор, в том смысле, что я все книги планирую собрать у него, точно так же, как у Робин Хобб, чтобы у меня был запас, чтобы я не переживала и так далее. Еще какие книги я купила в январе? Вы, наверное, удивитесь, а может быть и нет. Я пристально слежу за книгами издательства «Новое литературное обозрение», и тут я увидела, даже, наверное, не увидела, я сдалась под натиском отзывов на Мишеля Пастуро и его произведения, посвященные цвету, и купила себе две книги. Но, если честно, я не думала, что они будут такие тонкие. Я почему-то думала, что они будут стандартного формата. Опять же, моя вина, сама ничего не посмотрела, и себе приобрела две книги. Но я не жалею на самом деле, потому что я пролистнула книги, поняла, что это очень интересно. Я решила не все книги Мишеля Пастуро покупать, а только те цвета, которые мне нравятся, а истории которых мне читать интересно. Нужно, наверное, все-таки сказать, что Мишель Пастуро написала несколько книг, посвященные истории цвета, и это очень, на самом деле, интересно. Это серия библиотек у журнала «Теория моды», опять же, издательство «Новое литературное обозрение», и из всех на данный момент выпущенных книг о цвете от Мишеля Пастуро я выбрала две. Это чёрный и это синий. Чёрный, потому что, мне кажется, это достаточно интересно. Именно мне очень интересно узнать, как же воспринимался чёрный цвет в разные периоды истории, у разных, наверное, не знаю, сословий. В общем, я живейший интерес испытываю к истории чёрного цвета, поэтому себе приобрела эту книгу. И синий. Синий, потому что это мой самый любимый цвет. Я очень люблю синий цвет. Я постоянно покупаю себе одежду синего цвета. Не знаю. В общем, я в большом восторге от синего цвета. Ничего не могу с этим поделать. Я даже не знаю, чем обусловлена обычно у людей любовь к какому-либо цвету. Синий — мой любимый цвет, и поэтому я решила, что будет интересно ознакомиться с историей синего цвета от Мишели Пастуро. Книги достаточно небольшие по формату, как я и сказала вам, но они насыщены информацией, плотный текст в плане информации. Я пролистала, и мне показалось, что он плотный текст в плане информации, и я буду, конечно же, читать. Это будет интересно, и познакомиться с этим можно достаточно быстро. Если вы уже читали что-то про историю цвета у Мишели Пастуро, пожалуйста, напишите, как вам. Это слишком академично написано, или всё-таки более научно популярно? Будет очень интересно. Такие книги я купила в январе. Всего лишь три. Вы видите, как я держала себя в ежовых рукавицах, но случился февраль, и в феврале я уже разгулялась. Тут вышли новинки, с которыми мне очень хотелось познакомиться, поэтому я себе их приобрела, и сейчас вам о них расскажу. Во-первых, это новинка, которая вышла сравнительно недавно в серии «Большие книги». В целом, «Большие книги» сейчас здорово выпускают произведения, достаточно интересные. Там и Куприн вышел, и также ещё вышел Стендаль, насколько я помню, или должен выйти. Но дело в том, что и Куприна Стендаль есть у меня в букинистических изданиях, которые вполне меня устраивают, но если вы собираете коллекцию, будет, наверное, вам здорово об этом узнать. Этого автора у меня в библиотеке нет. Это Эдит Уортон, надеюсь, я не ошибаюсь, в ударениях. И это американская писательница, которая получила Пуллицеровскую премию за один из романов, который входит в этот сборник. И также, насколько пишет нам аннотация, она неоднократно, а именно трижды, была номинирована на Нобелевскую премию по литературе. Как мне кажется, это достаточно именитый автор, и интересно познакомиться с её произведениями. Тем более, я люблю американскую литературу, она в последнее время меня очень интересует. Я люблю классических американских авторов. Это Фокнер, это Стейнбек. И надеюсь, что знакомство с писательницей американской тоже принесёт мне удовольствие и расширит как-то мои читательские горизонты. Вообще, у меня достаточно мало американских писательниц на полках, поэтому нужно этот пробел восполнять, и этот сборник романов Эдит Вортон отлично подойдёт для этого. Здесь три романа. Это эпоха невинности, В доме веселья и В лучах мерцающей луны. Я достаточно мало знаю о содержании этих романов, пыталась не сильно себе спойлерить, чтобы, опять же, более с чистой головой подойти к прочтению, чтобы у меня сформировалось мнение именно после прочтения произведения, а не перед прочтением. Но, насколько я понимаю, именно за эпоху невинности Эдит Вортон получила Пуллицеровскую премию, а остальные два романа тоже достаточно такие примечательные. Эпоха невинности, как пишет здесь аннотация, она достаточно расплывчатая, поэтому не думаю, что мы здесь спойлеров нахватаемся. Эта история, увлекательная история, как пишет нам аннотация, которая соткана из интриг, подозрений, вины и страсти. Ну, то есть какие-то мексиканские страсти может быть в пуританском обществе, а может быть, я ошибаюсь. Здесь главный герой — адвокат, который мечтает, опять же, о страсти, о каких-то чувствах, может быть, переживаниях, которых нет в его жизни, к сожалению. Посмотрим, чем эти мечтания ему обернутся, как это в реальной жизни будет, а не в его мечтах. Может быть, некоторые противоречия у нашего главного героя с его мечтами и тем, что в реальной жизни получилось. В «Доме веселья» рассказывают историю юной красавицы, которая мечтает о выгодном браке. И, несмотря на это, постоянно отказывает людям, которые могут как раз ей этот выгодный брак предложить. И как пишет нам тоже аннотация, мне показалась эта интересная фраза, и она снедаема то ли бесом саморазрушения, то ли ожиданием большой любви. То есть, такой персонаж, скорее всего, неоднозначный, который ищет выгоды, и чем это в итоге обернется, тоже занятно будет узнать. Также здесь, еще в лучах мерцающей луны, тут молодые люди, новобрачные, красивые, с огромным количеством богатых, влиятельных друзей, но сами они бедняки, и они отправляются в путешествие по Европе. И у них будут какие-то приключения на их пути в связи с этим путешествием. Достаточно интересно, как я и сказала вам, я про Эдит Уортон, если честно, даже до этого не слышала. Пока в этой серии эта книга не вышла, я ничего о ней не знала. Но я, когда выходят какие-то новинки в этой серии, обычно читаю немножечко про автора, про романы, которые входят в сборник, и решаю уже, купить или нет. Мне показалось, это будет интересно, это уже считается классикой американской литературы, огромное количество кинематографических работ, связанных с именем Эдит Уортон, то есть экранизацией её романов, по сути. Поэтому я в неком предвкушении, на самом деле, нахожусь, очень рассчитываю на то, что книга мне эта понравится. Следующая книга — это «Робин Хобб и её дорога шамана». Это первая книга из трилогии. Эта трилогия никак не связана будет с миром элдерлингов «Робин Хобб», то есть это отдельная трилогия, которая будет рассказывать о молодом человеке, который открыл себе некую магию. И вроде как тут немножечко будет стимпанк, потому что мир здесь идёт по пути развития науки, технологий, а магия отмирает. И вот наш главный герой, видимо, откроет себе некие силы магические и попадёт в водоворот интриг, скандал интриг и расследований, в общем, как часто бывает у «Робин Хобб». Это первая часть трилогии, как я и сказала. Насколько я помню, на февраль анонсирован выход второй части. Очень красиво они оформлены, это просто что-то невероятное, мне очень нравится. Красота неописуемая. Но в целом «Робин Хобб» отлично издают, так же, как Роберта Джордана. Я довольна изданием. Тут белая бумага, не сильно плотно, немножечко просвечивает текст, но читать можно. Так же здесь есть карта. После работы, галопом по Европам, скакала быстрее и быстрее забрать книги, которые пришли мне на буквоеде. Я после работы разглядывала эту карту, просто пищала от восторга, очень люблю карты. И когда ты видишь перед собой мир, в котором будут разворачиваться события, как-то масштабно себе представляешь, наверное, всё это, от этого становится ещё более интересно. Что огромное количество городов, это действительно как будто бы целая страна, на территории которой будет проходить сюжет этого романа. Посмотрим, чем обернётся для меня дальнейшее знакомство с творчеством «Робин Хобб». Но я, если честно, запасаюсь, несмотря на то, что я не планирую даже в этом году, я думаю, читать эту трилогию, начинать с ней знакомство. Но я хочу вскупить всё, что есть у «Робин Хобб», всё, что выпускают, чтобы у меня был запас, чтобы я не упустила потом ничего, потому что это действительно очень-очень полюбившийся мне автор. Я даже, безусловно, буду перечитывать её работы когда-нибудь в старости на пенсии, я сяду, хотел сказать, с трубкой и очага, почему с трубкой, непонятно, я что, хоббит? И буду, видимо, перечитывать «Робин Хобб». Ну и всех остальных фэнтези-авторов, так же, как и все остальные мои книги. Конечно же. Следующее, что я приобрела себе, это книга про муравьёв. Я недавно вам про неё рассказывала в своих книжных хотелках, я ждала эту новинку. Как я и говорила, мне очень-очень нравятся с самого детства насекомые, не все, конечно. Особенно сильно мне нравятся муравьи, и особенно сильно мне нравятся пчёлы. Наверное, это связано с тем, что у них очень интересная социальная организация. Я очень-очень много смотрела разных фильмов научно-популярных, и мне хочется продолжить своё знакомство с этими удивительными насекомыми, потому что что пчёлы, что муравьи, они до сих пор очень меня интересуют. Несмотря на то, что они уже почти 30 лет, но всё равно узнавать что-то о том, что было так интересно в детстве, дополнительно, никогда, наверное, не поздно. И это книга с авторством Эдварда Уилсона, которая посвящена муравьям. Единственное, что я немного расстроилась, что эта книга тоньше, намного тоньше, чем книга про пчёл, которая называется «Жужжащие». Она тоже есть у меня в библиотеке. Это немного меня удивило, потому что муравьёв огромное количество, разных видов, у них могут быть даже разные, чуть не сказала, традиции. В общем, способы выживания. Некоторые муравьи не ведут осёдлый образ жизни, а мигрируют по джунглям, по местности, в которой обитают. Поэтому мне казалось, что эта книга даже будет толще, чем книга про пчёл. А на деле немножечко по-другому. Всё вышло. Тут Европокет-обложка, то есть достаточно плотная на самом деле, несмотря на то, что мягкая. Она удобная в обращении, удобно читать, удобно носить с собой. Здесь огромное количество иллюстраций. Они чёрно-белые, даже фотографии чёрно-белые. Тут, видимо, автор в процессе исследования. И, насколько я вижу, тут подписана фотография 13-летней Эд Уилсон летом с сачком на пустыре. Я вот с сачком нигде не бегала, но в 13 лет я тоже обожала насекомых. У меня было несколько энциклопедий, посвящённых насекомым, которые я с удовольствием читала. Я до сих пор люблю насекомых. И мне до сих пор нравятся пауки, хотя они к насекомым не относятся. Но у нас даже были пауки дома. Два больших птицееда у нас было. Но они, к сожалению, долго не прожили, потому что это были самцы. Самцы, в отличие от самок, живут не сильно долго. Они какое-то время существовали у нас в квартире, и было достаточно интересно. И ещё я очень люблю, помимо насекомых, змей. Но про змей пока не было в этой серии книг. Если будут, я бы на самом деле купила. Потому что змеи меня не пугают. Змеи необычные очень. Рептилии. И я бы даже, наверное, была не против завести змею. Какое-то время я хотела завести моисового пола за домой. Но мне кажется, мама, поскольку я сейчас живу с родителями, выселит меня вместе с моими пауками, с моими змеями из квартиры вместе. Если вы любите змей, пауков, обязательно пишите, будет интересно узнать. И в целом нужно отметить, что это очень интересная серия. Она называется «Животные». Хотя почему-то, например, в буквоеде никак не маркируют эту серию. То есть там нельзя выбрать серию «Животные» и тебе выдаст все книги. Тут есть про собак, про пчёл, как я вам сказала, про птиц, про осьминогов, про рыб. Насколько я видела в анонсе, сейчас про косаток выйдет книга. Тоже, кстати, интересно. Есть ещё про китов. Но я поняла, что это слишком много. Они все удивительно прекрасны и интересуют меня даже в некоторой степени. Но мне просто некуда сейчас девать книги, поэтому я буду покупать только те, которые максимальный интерес у меня вызывают. А книга про муравьёв — это одна из таких книг. В общем, я в предвкушении. Я думаю, это быстро можно будет прочитать. И здесь не только о муравьёв, насколько я вижу, но также ещё опыт самого автора в изучении этих удивительных насекомых. То есть какие-то, может быть, воспоминания его или экспедиции, которые он совершал. Ну, прелесть что такое? В общем, люблю я насекомых, люблю муравьёв. В чём? Поэтому эти две книги обязательно должны были появиться у меня в библиотеке. Следующая книга — это книга Дэвида Бернса, которая называется «Терапия настроения. Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток». Сразу хочу сделать ремарку, что у меня нет никакой депрессии. Всё в порядке, с моим ментальным здоровьем всё хорошо. Я эту книгу купила чисто из научного интереса, потому что сейчас у нас достаточно депрессивное время. Я знаю, что сейчас существует некое представление о том, что депрессия — это какая-то выдуманная болезнь. Это абсолютно не так. Это клинически доказано. Депрессия связана с изменением уровня нейромедиаторов разных в мозге. И есть химические подтверждения, что депрессия действительно болезнь, которую нужно лечить, с которой нужно работать. В этой книге автор предлагает нам такой метод борьбы с болезнью, с депрессией именно психологически связанный с терапией, а не с медикаментозным лечением. Безусловно, есть разные виды депрессии, разные её уровни, которые нужно лечить по-разному. Но мне показалось интересным, как можно работать с самим собой, потому что человек — это достаточно странное такое существо. И несмотря на то, что депрессия, как я и сказала, связана с химическими какими-то дисбалансами в мозге, но при этом ты можешь самостоятельно влиять на себя с силой воли, менять уровень нейромедиаторов в том числе. И это достаточно интересно, потому что мозг — очень-очень пластичная субстанция. И я, конечно, была заинтересована подобным взглядом на депрессию, поэтому решила эту книгу купить. Вообще, эту книгу посоветовала мне купить мама, а ей посоветовал клиент купить эту книгу. В общем, такой вот список из советов. Интересно получилось. Нужно отметить, что Дэвид Бернс — это доктор медицинских наук, почётный адъюнт-профессор на кафедре психиатрии и поведенческих наук в школе медицины Стэнфордского университета. То есть это человек, который действительно занимается исследованиями в этой области. Тут огромное количество ссылок на исследования. Сам автор — он основоположник метода когнитивной терапии. И мне этот метод показался интересным. Я решила с книгой ознакомиться и себе её приобрела. Она, к слову, достаточно объёмная. Это издательство Alpina Publisher. Надеюсь, что книга окажется полезной и интересной и поможет мне пролить свет вообще на когнитивную терапию и на её принципы работы, как вообще происходит это, какие исследования есть в этой области. Если честно, я немного боялась того, что это окажется, знаете, такая книга «А, не грусти! Возьми себя в руки!» Это такой страх, который всегда во мне есть, когда я беру книги, посвящённые каким-то ментальным заболеваниям или ментальным состояниям. Мне про это очень интересно читать, но при этом я боюсь нарваться на книгу, такую, знаете, скорее очень поверхностную, не основанную на исследованиях. А тут вроде автор действительно... Корону, он ничего не сказал. В общем, у него есть регалии в этой области, он действительно занимается исследованиями, поэтому думаю, что книга окажется полезной. Если вы эту книгу читали и знакомы с работами автора, обязательно пишите, будет интересно. И следующая книга, которую я себе купила, это «Шум времени» Джулиана Барнса. Про Джулиана Барнса я вам рассказывала тоже, и про эту книгу в том числе, что мне хотелось её получить в свою библиотеку. В прошлом видео, где я рассказывала вам про посылку, которую прислала мне Маша, тоже фигурировал Джулиан Барнс. И я сейчас нахожусь в процессе чтения небольшого его романа «Метра Лэнд». Мне очень нравится. Это его дебютная работа, но она такая какая-то задорная. На всяком случае, начало просто умопомрачительное, какое-то интересное. Она даже поднимает мне настроение. И вот я себе заказала роман автора, который называется «Шум времени», повторюсь. И этот роман, по сути, является билитаризированной биографией. Билитаризированной биографией Дмитрия Шостаковича. И это так необычно и интересно. Дмитрий Шостакович — это русский композитор. Джулиан Барнс — это такой интеллектуал английский. Он очень любит французскую классику, русскую классику. Он также любит различных композиторов, классическую музыку. И в этой билитаризированной биографии Шостаковича он не просто рассказывает о Шостаковиче, но также здесь, насколько пишет нам аннотация, огромное количество отсылок к русской классике. И мне это показалось так интересно, как Джулиан Барнс со своим юмором, со своим каким-то неповторимым стилем сможет написать о каких-то русских классиках, интегрировать как-то в своё произведение их. Это мне показалось любопытным, и я эту книгу, конечно же, себе приобрела. И очень много хороших отзывов на этот роман. Он тоже небольшой, как и, в принципе, почти все произведения Джулиана Барнса. Их можно прочитать за день, за два. Они достаточно увлекательно написаны, интересные. Мне нравится слог Барнса, поэтому я обязательно с этой книгой тоже познакомлюсь. Не могу сказать, что в ближайшем времени, потому что я и так сейчас прочитаю роман Митролента. Нужно что-то другое читать помимо Барнса. У меня достаточно большие книжные планы на этот год. Но мне очень хочется с этой книгой познакомиться. Тут есть этот фарточек, половинчатая суперобложка, название которой я постоянно забываю. Я просто постоянно забываю, как называются эти суперобложечки маленькие. Но это, наверное, не важно. Под суперобложкой книга выглядит очень приятно. Тут как будто бы мозаикой выложен портрет Шостаковича. Почему-то эта книга очень меня как-то интригует. Мне кажется, она мне подарит огромное количество разлиных приятных минут, удовольствия и интеллектуальное, и просто эстетическое, наверное, от стиля Джулина Барнса. Потому что я поняла, что это мой автор. Мне очень нравится, как он пишет. И юмор его мне близок, и некоторые моменты его философии мне очень близки. Поэтому я думаю, что я получу удовольствие. К стыду своему, я не знакома с творчеством Шостаковича. Дело в том, что я люблю классическую музыку, часто её слушаю, но никогда как-то предметно её не изучала. Эта биография позволит мне открыть произведения Шостаковича, потому что я, безусловно, буду слушать их, когда буду читать этот роман. То есть Джулиан Барнс позволит мне не только прикоснуться к своему творчеству, но и открыть творчество моего соотечественника русского композитора. Думаю, что это будет очень интересный такой эксперимент литературный, музыкальный. Будет очень здорово. Любое чтение Джулиана Барнса, оно всегда приводит к открытию новых авторов, каких-то произведений, будь то литература, искусство, в данном случае музыкальные произведения. Поэтому это всегда такой опыт, приносящий открытия. За это, наверное, я и люблю читать Джулиана Барнса отчасти, потому что это не просто произведение какое-то цельное, но ещё произведение, которое заставляет тебя что-то ещё искать, чтобы понять смыслы, дополнительные смыслы, которые вносят свои произведения Джулиан Барнс. А это или не здорово? Мне кажется, отлично. И последние две книги, которые я себе приобрела, эксклюзивные классики, вот в этой серии в твёрдых обложках, и как раз это две книги, которые я купила на замен своим изданиям. Во-первых, это Эмили Бронте и её Грозовой перевал. Грозовой перевал я читала, у меня было не очень симпатичное издание, я где-нибудь здесь вам его вставлю, потому что я уже отдала его в библиотеку, и оно мне вообще не нравилось. Во-первых, там была кинообложка, во-вторых, оно какое-то уже было слишком пожелтевшее, и мне не нравилось, как оно оформлено внутри. В общем, мне всё там не нравилось, кроме самого произведения, потому что я читала уже Грозовой перевал, и мне это произведение тогда очень понравилось. Во всяком случае, оно показалось мне нетипичным и интересным. Эмили Бронте, в отличие от своих сестёр, от Шарлотты и Энн, не такая продуктивная писательница, она написала только один роман, как раз Грозовой перевал, но, как мне кажется, на фоне других сестёр она выделяется, потому что её роман очень неоднозначный, очень драматичный, и, как мне кажется, опережающий своё время. Потому что, читая Шарлотту Бронте, которую я тоже очень люблю, у неё, несмотря на наивность, очень приятные произведения с какой-то философией, с какой-то моралью, достаточно на поверхности эта мораль, но всё равно мне читать её нравится. Я читала пару раз «Дженейр», безусловно, буду перечитывать, плакала в конце, мне очень-очень нравится это произведение, по-моему, я ещё читала «Городок», ещё какие-то произведения. Вот что касается третьей сестры, Энн Бронте, вот она, её творчество, не очень мне близко, потому что, пожалуй, градус наивности в её творчестве самый высокий. И то, что я читала, не произвело на меня впечатление, я точно не буду перечитывать. А вот Шарлотта Бронте и Эмили Бронте действительно вызывают у меня большой интерес, я точно буду перечитывать, и я, наконец, решила обновить своё издание. Мне нравится этот формат. Во-первых, тут приятная бумага, она такая плотная, она желтоватая, с неё удобно читать. Здесь есть лиссе, это твёрдая обложка, хорошо качественно выполнена. И мне нравится, что формат этой книги такой, знаете, сопоставим, наверное, с Покетом, в том плане, что она небольшая. По размеру её удобно носить с собой, она хорошо ложится в руку, но при этом шрифт тут тоже читаемый. В общем, к изданию у меня нет абсолютно никаких нареканий, мне очень нравится, что эксклюзивная классика начала выходить в твёрдых обложках. И я, безусловно, буду некоторые книги себе из этой серии покупать. Вот одно из первых, это «Грозовой перевал». Единственное, что, друзья мои, нужно, наверное, обращать внимание на перевод. Я об этом даже не подумала, когда заказывала себе книгу и отдала книгу в библиотеку, и даже не посмотрела, какой у меня там был перевод. Не знаю, много ли переводов или нет. У меня, например, в этой серии, в эксклюзивной классике, перевод «Жутовская» 2019 года. И несмотря на то, что я пытаюсь как-то прогрессивно смотреть всё-таки на современные переводы и давать им должное внимание, но всё-таки у меня есть некоторое предубеждение по поводу современных переводчиков. Мне всё постоянно кажется, что советские переводы, они лучше. Не знаю, возможно, я ошибаюсь, но я часто сталкивалась с такой ситуацией, когда я смотрю советский перевод, он мне очень нравится, а новый перевод какой-то косноязычный по сравнению с советским. Ну, может быть, мне просто попадались такие произведения. В данном случае я не помню, какой у меня был там перевод, но я решила прочитать первое предложение, просто книгу открыла, и вот оно звучит очень странно. «1801 год. Точка. Я только что воротился после визита к своему домовладельцу, проживающему по соседству». И почему-то вот это слово «воротился» оно так меня взбесило. «Воротился». Почему нельзя было написать «вернулся»? В общем, почему-то меня эта фраза так взбесила, что теперь я, если честно, даже не знаю, какой тут перевод, насколько он мне понравится. Но я, конечно, когда буду перечитывать, точно вам скажу, какие еще странные словечки были мною встречены. Возможно, это специально сделано, чтобы показать нам характер нашего рассказчика. Тут, по сути, идет повествование от имени ненадежного рассказчика, и ни одного. Потому что нам это все рассказывает молодой человек, который приехал в эту местность пожить и встретился с героями. А ему, в свою очередь, рассказывать все это какая-то служанка, насколько я помню. То есть получается два ненадежных рассказчика. Это очень необычно и странно, но, кстати, в том числе и прогрессивно, наверное, для своего времени. Это первая книга, которую я купила взамен своего старого неприятного мне издания. И вторая книга это Джек Лондон и его произведение Мартин Иден. Мартина Идена я читала, мне эта книга понравилась. Несмотря на ее очень неоднозначную концовку и тот выбор, который сделал персонаж, это все равно очень интересное произведение, тревожище, и, наверное, можно понять главного героя. Любого героя можно понять. Люди делают странный выбор. Несмотря на то, что для меня это абсолютно не свойственно, такое поведение и такой выбор, но при этом читать про это мне было увлекательно, интересно. Увлекательно в том смысле, что о многом эта книга заставила меня задуматься, а это ли не самое главное в произведениях литературных. Что касается издания, оно мне тоже очень нравится. Тут печатная машинка, море, все сразу понятно становится, потому что наш главный герой писатель. Море тоже играло большую роль в его жизни. У меня было очень старое издание, помимо Мартина Идена там были еще рассказы, северные рассказы, которых, к сожалению, у меня нет, по-моему, сейчас в библиотеке. Но дело в том, что оно совсем уже разваливалось. Мне кажется, его уже было не спасти, но я себе купила взамен, опять же, к эксклюзивную классику. Мне нравится это издание, удобно с собой будет его носить, и я, конечно же, этот роман планирую у Джека Лондона перечитать, потому что я читала его в школе, и, конечно, он произвел на меня большое впечатление, но при этом мне бы хотелось сейчас его перечитать, потому что со времени моего знакомства с Джеком Лондоном, которое в основном проходило в подростковом возрасте, все, что я прочитала у Джека Лондона уже во взрослом возрасте, произвело на меня скорее очень странное, неоднозначное впечатление, потому что я поняла, что некоторые суждения автора уже для меня считаются устаревшими, не соответствуют моим суждениям о жизни. Но при этом он, конечно, отлично прописывает психологизм своих героев, очень здорово показывает природу, атмосферу тех лет, когда происходит повествование. Поэтому, конечно же, я буду перечитывать большинство его романов, которые у меня есть, в том числе и Мартина Идена. Я хочу перечитать ещё и Белый Клык, но это, скорее всего, такое воспоминание о детстве. На самом деле, у меня ещё много непрочитанных произведений у Джека Лондона, у меня есть его биография, которую я тоже хочу прочесть, поэтому знакомство с этим автором будет, безусловно, продолжаться, и я буду вам об этом рассказывать. Ну и на этом, пожалуй, всё, друзья мои. Пишите, какие книги купили вы в последнее время, что вы читали из тех книг, которые я приобрела. Мне будет очень интересно, и мы с вами увидимся в следующем видео, увидимся в комментариях. Всем пока-пока!